Хотите получить халяву на сайте MyKSGO? При пополнении в поле промокод вводите STR777 и получаете халяву в виде 35% в пополнении своего баланса. То есть, захотели пополнить на 1000 рублей, вводите вот этот промокод STR777, который в описании под этим видео, получаете 1350. Если ничего не вводите, получайте свой косарик, который хотели. Поэтому обязательно вводите этот промокод и получайте халяву. Здорово, бродяги! Здорово, братушаточки! Всем приятного просмотра! CSGO 2. Относительно недавно вышла эта новенькая игрушка. Я прекрасно понимаю, что многие негодуют от того, что типа, мол, CSGO обычная была намного лучше, чем CSGO 2. Зачем вы это сделали? И у многих просто смачно просел FPS. То есть, у меня достаточно мощный компьютер. Вот сейчас у меня на экране показывает 110 FPS. В игре показывает порядка 250 FPS. Но когда была обычная CSGO, у меня было где-то 350-400-500 FPS. То есть, грубо говоря, никаких фризов не было от слова совсем. Но при переходе на CS2, когда они удалили разработчики саму игру CSGO, я столкнулся как раз таки с проблемой, что у меня слишком сильно упало FPS. Поэтому я хочу с вами сейчас поделиться интересными настройками, которые вы посмотрите. Кто-то, возможно, применит их к себе и кому-то это поможет поднять производительность игры и поднимет FPS. Ребятки, приятного просмотра! Подпишитесь, пожалуйста. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Мне будет очень приятно. Ну, я думаю, да, в первую очередь нужно начинать с настроек. Это потом уже делать какие-то параметры запуска и так далее. Соответственно, мы сразу заходим в изображение. То есть, нас интересуют вот эти две вкладочки графика и расширение настройки изображения. Позиции краев. Все делают люди там всякому как комфортно. В общем, в графике. Все более подробно рассказывать не буду. Сейчас, смотрите, я любитель, буду говорить, как я люблю, я любитель играть 4 на 3 с разрешением 1920 на весь экран и обязательно 104, так, стоять 4 на 3, 4 на 3, 1400, 144 герца применить. Я люблю играть именно вот так. Но в таком случае я не смогу вам записать видео, потому что вы видите эти тупые, блядь, полосы, да, ну, на экране. Поэтому будем считать, что у меня стоит 4 на 3, а я верну все назад и сейчас я продолжу вам рассказывать. Вы здесь выставляете комфортное для себя значение. Что вам, как вам интересно? 4 на 3, 16 на 9, как вам комфортно, то и ставьте, потому что это никак не влияет на FPS. Кто-то говорит, что это там 5, 10, 15, 20 FPS добавит, если вы сделаете там минимум разрешений. Нет, ребята, это на FPS никак не влияет. Если мы говорим про разрешение формата экрана, типа 4 на 3 или 16 на 9. Если мы говорим про разрешение самой картинки, про качество, понятное дело, это влияет. В принципе, спокойно можно ставить 1920 на 1080. 4К, точнее 2К смысла ставить нету, потому что, ну, зачем вам 2К в CS GO? Вы всяко так и так будете какие-то детализации убирать, отключать. Зачем вам в целом 2К? Поэтому ставьте обязательно 1920 на 1080. На 1080, прошу прощения. Идем дальше. Расширенные настройки. Как вы можете обратить внимание, сейчас у меня здесь все по большей степени стоит отталкиваясь от того, что мне необходимо ставить. То есть рекомендованная игрой настройка. К примеру, текущий шаблон настроек у меня стоит высокая, потому что мне рекомендует это поставить сама игра. Соответственно, я с ней спорить не хочу, я ставлю так, как она рекомендует. Отталкиваясь от этого, у меня получается лучшая настройка. А что вы здесь за лаги, извиняюсь, я прошу прощения. Что произошло? Секундочку. Секундочку. 144. А, я понял, да? Вот смотрите, кстати, поставил. 3840, FPS упал до 25, до 33, соответственно. Сейчас я поставлю 1920. Применить. FPS сейчас поднимется до сотки, да? Пожалуйста, FPS соточка. 92-100. Поэтому 1920. One love. One love. Нет, я вообще на самом деле 4 на 3 любитель. Поехали. Текущий шаблон настроек. Это настройок шаблона общий. Если, грубо говоря, вы поставите низкую, он все переведет на низкую. Я ставлю просто, у меня по классике стоит высокая, я его никак не двигаю. Режим заглаживания множественной выборки. Смотрите, каждое у нас раздышение, каждая настроечка у нас описывается определенным описанием. К примеру, вот этот режим сглаживания. Это сглаживание устраняет эффект лесенки по краям игровых объектов. Производительность игры может снижаться по мере увеличения степени сглаживания. Вы, наверное, все видели, да? Если вы ставите 8Х MCI, то у нас идет большая такая рябь. И тем самым в игре у нас FPS падает. У нас даже здесь на рабочем столе немного FPS упал. А если мы сделаем, к примеру, нет, нет. FPS у нас стоит также на месте 50-70. Хотя нет, смотрите, он сразу поднимается на 20 FPS. Я ставлю 4Х, так как рекомендует мне игра. Я вообще в целом вам рекомендую, на самом деле, все настройки поставить так, как вам рекомендует игра. Общее качество теней. Вообще в целом можно выключить это качество теней. Зачем мне тени, я не понимаю, но у меня просто стоит по классике. Детализация моделей текстур. Детализация моделей текстур влияет на разрушение текстур и сложность геометрических моделей в игре. Понижение этого параметра улучшит производительность на слабых компьютерах, но ухудшит качество изображения. Если мы поставим, к примеру, с вами низкую, у нас здесь FPS никак не будет меняться. Мы будем смотреть с вами в игре. Режим фильтрации текстур. Чем выше вы ставите режим фильтрации, тем ниже у вас FPS. Поэтому ставьте рекомендованно, как вам рекомендует сама игра. Я ставлю 4Х. Детализация шейдеров. Это влияет на качество освещения и теней. Грубо говоря, если на мираже вы в подвальчике будете идти, там будет очень много теней. Если вы поставите детализацию шейдеров низкую, то, соответственно, у вас FPS будет в этих местах намного выше. Если у вас будет высокая, как рекомендует, к примеру, игра, у вас немного будет проседать FPS. Детализация частиц. Это вот эта вот штучечка, смотрите. Вот, вот эта вот штучечка, вот. Вот эти всякие частицы, всякие от гранат, от так далее, от этой всякой темы. Насколько она кому надо, если я поставлю низкую, в принципе, она мне не нужна особо. Я, наверное, даже сохраню на низкой. Сейчас у нас FPS с вами не показывается здесь. Будем смотреть дальше. Глобальное затенение. Освещение с помощью модели глобального затенения. Если включено, может снижать производительность игры. Соответственно, тоже, либо ставьте среднюю, либо выключайте его. Я не знаю, на что эта вообще настройка влияет, но просто интересно ради, я сейчас ее выключу. Выключу и потом мы посмотрим сейчас в игре, насколько у нас FPS повысился. Расширенный динамический диапазон. Технология расширенного диапазона устраняет диапазон между яркостью самых светлых и самых темных пикселей. Опция производительность сужает диапазон, но может лучше произвести и уменьшить использование видеопамяти. А, эта история бьет на видеокарту, походу, да? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Низкая задержка NVIDIA, да? Мы здесь всегда ставим плюс, включить плюс ускорение. Это обязательно. FPS у нас был, когда мы с вами заходили, был порядка 80, то есть в самом, на рабочем экране. Был порядка 80. Сейчас посмотрим. В среднем у меня FPS был на карте DAS2 в районе 150-200. То есть даже, даже нет, обманывать не буду, не помню, сколько было. Сейчас даже в прямом эфире я верну все настройки назад и посмотрим, сколько было. Сейчас посмотрим, сколько стало после того, как я все поменял. Он сейчас будет анализировать скорость реакции. Это займет некоторое время, пока он вот это вот загрузит. Блин, не люблю вот эти долгие загрузки на самом деле. Так, переходим мы за террористов. Мы сейчас с вами можем наблюдать. У нас стабильный FPS 165, 154, 170. Сейчас мы с вами уйдем на шорт. У нас будет повышаться 180, 200, 214. В принципе, по качеству разрешения я никаких изменений, честно говоря, не вижу. То есть как было, все так и осталось, по сути. Но FPS в тенях у нас повышается. FPS в тенях повышается. Если мы перейдем сейчас на лонг, где будут наши тиммейты, FPS у нас немножечко понизится, скорее всего. Но средняя задержка пока увеличенная. Степень загрузки ЦП и ГП тоже достаточно увеличенной. 180 FPS. Сейчас я все попробую вернуть назад. Изображение высокое, высокое, высокое. Я хочу посмотреть, насколько сильно изменится качество. Ну все, в принципе, да? Как мы можем наблюдать, FPS держится на 128 и 115. Идем на шорт. Здесь у нас, по-моему, было 200 FPS. Сейчас у нас 143. Соответственно, если мы с вами выключаем те позиции, которые мы с вами выключили, которые я выключил, мы увеличим ваш FPS на 50. Минимум на 50%. А, не процентов, а на 50 FPS. Еще раз я вам покажу, какие настройки я убирал. Это понятно. Общество качества теней я ставил низкое. Детализация текстуры я ставил низкое. А не затропное. Детализация шейдеров я поставил низкую. Частиц я поставил низкую. Нет, детализация шейдеров я оставил я. И, в принципе, то и все. Вот такие настройки я оставлял. И мой FPS в шорту был 200. 200. Помимо этого всего, не забываем о параметре запуска. Смотрите, я вам не буду советовать какие-то определенные параметры запуска. Вам нужно самим определиться, что для вас подходит. Потому что T-Crate, понятное дело, мы устанавливаем 128 и все вот это прочее. FPS Max 300 и все вот это прочее. Это все по классике. Но есть какие-то вот такие вот параметры, которые нужно устанавливать, отталкиваясь от ваших технических параметров вашего компьютера. Поэтому ваша задача просто перейти в браузер, написать в Google параметры запуска CSGO, открыть первую любую ссылочку и ознакомиться, какие параметры запуска вам нужно устанавливать. Например, вот этот параметр запуска позволяет быстро сворачивать и разворачивать игру, снижает нагрузку на производительный, на процессор, точнее, примерно 40%. Запускает CS2 с высоким приоритетом. Создает частоту обновления вместо X. Укажите параметры соответствующие герцовки вашего монитора. У кого-то 144, у кого-то там 60, у кого-то 75, у кого-то 216 или там сколько-то еще. Поэтому устанавливайте свои параметры. Ну и, в принципе, благодаря вот этому всему, вот этим манипуляциям, манипуляциям, которые мы с вами делали, ребята, в игре, мы с вами сможем спокойненько, что? Правильно, увеличить ваш FPS примерно порядка на 50-80 FPS еще выше. Грубо говоря, игра и балластов в FPS станет 180, и тем самым добавит вам комфортность. Сейчас я на сайте MyKSGO. Надеюсь, кстати, вам это было полезно. Я хочу здесь покрутить кейсики, пооткрывать, выбивать скины какие-нибудь интересные, на моем балансе с 10621 рубль. Не забываем про промокод, который существует на сайте MyKSGO. В поле промокод вводите STR777 и получайте халявку в виде 30% пополнения вашего баланса на сайте MyKSGO. Этот промокод для вас я оставлю над своей головой и в описании под этим видео вместе с ссылкой на сайт MyKSGO. 10 тысяч на моем баллике сходу прям хочется не тянуть, рандомный кейс открыть 10 раз и посмотреть, что по шансам, потому что, скорее всего, если сейчас сольет, понятное дело, что он где-то мне это выдаст, но нужно просто определиться, что у нас сегодня по шансам, возможно ли что-нибудь выбить. Так, это, скорее всего, у нас слип. 4 800, 6 тысяч, то есть минус 1000 рублей. Давай попробуем второй раз 10 раз открыть. Электрический киулли за 2 800 залетает, 5 800. В этом случае нас тоже не окупает. Мы открываем его в третий раз, он нас также сливает на 4 700, на баллике 7 500 минус 2500. Ролики без окупа я не выкладываю, то есть я не любитель вот этих вот роликов, где нет окупа. Пишешь на заголовок, типа, выбил авик там за 15 тысяч, в итоге человек заходит, а блогер просто там попытал удачу, так сказать, в апгрейде выбить этот авик, а по итогу он ничего не убивает, типа, нахуй байтить. Ну, это тупизм. Я считаю, что это тупизм. Я считаю, что это конкретный тупизм. Так, 1300 рублей лежит на моем балансе. Азимов кейс. Ну, не хочет дать. Ну, ни Калаш, ни Емку, ни авик не хочет давать. Просто уже сколько раз я его открыл. Может, все-таки дашь, братишка? Может быть, все-таки дашь что-нибудь одно? Смотри, просто как байтит. Вообще жестко. Причем реально люто. 990. 999. Так, стоп. Продаем. Открываем дальше. Слушай, 1000 рублей, все, он так и держит. Походу, возможно, кейс просто иссяк в себя. Вероятнее всего. И давай мы сейчас попробуем, знаешь, что сделать? Какой-нибудь вот такой вот кейсик. Пооткрываем мне он на выигончик. Просто... Ооо, вот это моя радость. Вот это мое почтение. Сходу просто 3,5 мне насыпал. Видимо, тот кейс просто иссяк в себя за сегодняшний день, скорее всего. Но Mac 10, Aco 47 в любом случае выводить точно не вывел бы. Потому что... Ну, смысл выводить 2-3 тысячи рублей. Я закинул сюда 7 с копейками. Соответственно, мне нужно минимум 15-ку отсюда выводить. Слушай, 7 тысяч на балики. Отлично, еще двушка нам взлетает. Подожди. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Спуститься вот так вот ниже. И вот эти-ка попробовать кейсики пооткрывать. Так, какой более самый такой лайтовый, в котором реально может выпадать? Нет, это дорогой. Давай вот этот за 760. Просто фастиком будем открывать. 10 раз по 10 раз откроем. Мне просто нужно 2 навахи отсюда вытащить, чтобы была 15-ка на балики. И просто камбэкнуться. Но, скорее всего, скорее всего, есть вероятность, что это как Азимов кейс, который просто иссяк из себя, у которого сегодня все повыбивали, все, что можно было. И все. Нет, нет. Хорошо, Сажа. Продаем. Я не буду оставлять, мы будем продавать. Только почему-то она мне не продалась. А, нет, все, продалась. И пойдем попробуем. Может быть, другой кейсик попробую. Так-то 14 он мне наставил. Плюс 4000 от изначального депозита. Это очень хорошо. А давай попробуем вот этот, к примеру, кейс. 10 раз за 1400 палыча откроем. Тут тоже есть ножи и тоже есть хорошие пушки. Но есть и сливные пушки, безусловно. Просто какой-нибудь другой рандомный кейс. Что-нибудь. Легиона, Нубис. Ну, в целом, нет. Мы 1400 потратили и 1600 получили. Скорее всего, нет. Это просто... Ну, нет, это тоже, это тоже ноль. Так, давай попробуем вот эти вот кейсики. Подыркать по 95 рублей. В принципе, градики тут не... Градики сюда! Ебать, сколько! Ману копил, называется. 12 тысяч еще на балике лежит, ребята. 38 ножек. Градиент, мое почтение. Спасибо за то, что вы залетели ко мне в адвентарь. Мне очень приятно. 11900 рублей еще у меня на балике. Соответственно, я хочу что-нибудь такое. Типа, где он? Коверт, где ты? Пять раз, поехала. Трешка еще на балансе лежит. Че ты сейчас мне навалишь? Давай. Че ты мне навалишь? М-кувой дашь мне хорошую какую-нибудь? Поток информации неплохо. Император тоже пойдет. Два неоновую. 7900. Давай еще раз. Опять смотри, не окупает. Смотри, как не окупает, а? Это тоже не окупает. Это 4 рубля. Это тоже не окуп. Слушай, а по два раза может надо открывать, чтобы ты окупал? Смотри, азимов залетает. 350. Нет, он даже здесь не окупает. Он даже здесь дает слив в 200 рублей. Че за херня? Че-то с кейсом не то, парни. Потому что это на самом деле очень странно. Кейс ни раз не окупил. Ну, в смысле, типа не окупил ни одно открытие. А нет, один раз я окупил, он мне 14 тысяч дал. Возможно, после этого он все конкретно как-то загнулся. Ну, Данью... А, понятно. Продать все 39 тысяч рублей. Ну, вот эту штуку продадим, вот эту штуку будем выводить. Ребята, спасибо большое за просмотр этого великолепного ролика. Перед тем, как я закончу, вам напомню про промокод, который дает 35% к пополнению вашего баланса. Халявно! Пополняйте на 10 тысяч рублей, вводите STR777, получаете плюс 3500 на свой депозит. То есть, не в зависимости от суммы, которую вы пополняете, 35% будете поверх получать. Поэтому обязательно его сохранять. Он был над моей головой и в описании под этим видео. В описании для вас также оставлю ссылку на сайт моей CSGO, чтобы вы не шастали по интернету, его не искали. Сейчас не переключайтесь, а переключайтесь на один из моих роликов, который сейчас непосредственно на экране вы видите. Приятного просмотра! Еще разочек! До новых встреч! Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok